К примеру, вы знаете, кому выражать благодарность за попытку срыва празднования Дня Победы. Дверь в мою квартиру находится в особом состоянии, коробка вынесена, замки сломаны, петли сорваны. Дверь восстановлению не подлежит, ее только под замену, полностью вместе с коробкой. Ничего не видим, ничего не слышим, ничего не замечаем, все в порядке, все по закону, все нормально. У нас все нормально, нормально и нереально называется. То есть, следуя логике Клочкова, нужно книгу Тургенева «Отцы и дети» переименовать в книгу «Конфликты интересов». Вот это вот все они называют конфликт интересов. То есть, вот это конфликт интересов, вот это конфликт интересов, вот это конфликт интересов, вот это тоже конфликт интересов, и это конфликт интересов. То есть, всего 12 конфликтов интересов у них. это родной сын подчиняется родному отцу вот это называется конфликт интерес вызываю ерохова суд соответчик романица что происходит дальше ломать дверь мою квартиру это вообще это вообще как такое где ребята вы в машину времени то берете это вот получается сломали дверь через два часа поняли что что-то что-то не то да а давай-ка мы там этот труп найдем и неадекватного мужчину а давай ну надо постановление ну да надо а давай задним числом выпишем давай и все задним числом выписывает щеплецова подтвердила постановление выписано 12 февраля то есть за месяц туда сложная задачка как как вот это вот все оправдать что дальше ерохов у нас ушел в сторону главное у нас теперь бабушкин подаем иск на управление мафиозных бабушкиных дел то есть из меня хотят сделать суицидника чтобы я добровольно вернул это вернулся в кабинет где меня пытали девиз тот же всех суд и прокуроров тоже ваши ваши между инструментами будет привлекать вас как только ответственность всем привет сегодня у нас видео о текущей ситуации дверь в квартиру находится в таком состоянии коробка вынесено замки сломаны петли сорваны все спилена все отрезано дверь восстановлению не подлежит ее только под замену полностью вместе с коробкой получил недавно вот такое письмо из хантамансийской прокуратуры ну тут как всегда пишут что ничего не видим ничего не слышим ничего не замечаем все в порядке все по закону все нормально у нас все нормально нормально нереально называется самое интересное в части доводов и нахождение опера полномоченного омвд россии по городу сургут бабушкина антона владимировича прямом подчинении у своего отца бабушкина владимира анатольевича установлено что органами внутренних дел приняты меры по устранению имевшегося конфликта интересов между указанными лицами то есть когда родственники работают несколько родственников работают в одном и том же в одной и той же структуре они называют это конфликт интерес следуя логике клочкова начальника отдела по надзору за исполнением законов в том числе противодействия экстремизма и терроризма следуя логике клочкова нужно книгу тургенева отцы и дети переименовать книгу конфликты интересов вот это вот все они называют конфликт интересов вот это конфликт интересов вот это конфликт интерес вот это тоже конфликт интерес и это конфликт интерес то есть всего 12 конфликтов интересов у них это но выявили и признали не пока только одну только один конфликт интерес это вот отец и этот конфликт называется родной сын подчиняется родному отцу вот это называется конфликт интерес вот как ну по моему мнению это больше похоже на управление мафиозных бабушкиных дел когда четверо родственников с одной фамилии близких родственных связях работают в одном городе в одной организации не это очень похоже на коррупцию но никак не на конфликт интересов по поводу двери что вообще тогда произошло открываем письмо щеплицовый щеплицовый это у нас из прокуратуры мало 30 апреля пришло такое письмо где написано начальник отдела по обеспечению участия прокурора гражданском арбитражном процессе какое на отношение имеет к этому очень непонятно в общем она пишет а кстати это она выступала на стороне обвинения когда меня в чехушку пытались сдать вот она пишет прокуратурах мало решила ее в первую очередь подставить естественно мы эту отписку обжаловали так вот она тут пишет в части доводов о проникновении 13 марта 2019 сотрудников полиции в ваше жилое помещение установлено что она осуществлялась на основании постановления сургутского городского суда от 12 февраля аж представляете за месяц они выписывают то есть 12 февраля они выносят постановление что на основании которого решает проникнуть в мою квартиру по странному стечению обстоятельств 13 марта 3 часа ночи я выкладываю посты видео о том что мы привлекаем ерохова в суд вот это видео вот этот пост в 3 10 13 марта вызываю ерохова в суд соответчик романица что происходит дальше ломает дверь мою квартиру в 11 30 сломает дверь в мою квартиру они заходят квартиру смотрят что там меня нет никого там нет и чтобы оправдать свои действия хоть как-то они находят двух понятых которые с другого конца города у них адреса прописки где-то вот здесь вот то есть это район ж.д. к сургут вот он в принципе вот это жилая зона вот это все промышленность в общем вот здесь они живут а я здесь живу каким-то образом они оказываются в подъезде моего дома и сквозь две металлические закрытые двери железные учу учуевают трупный запах и сообщают о неадекватном мужчине который бегает по подъезду и кричит там вот эта запись а 13 апреля ой 13 марта а 13 марта 2019 года 8 часов составлена капитаном полиции крюков и 13 марта около 13 часов 20 минут 13 20 то есть квартиру взломали в одиннадцать тридцать через два часа али оттуда учуялись просто вот через такую дверь ну точно можно учуять трубный запах а не обнаружить труб но это вообще нет они не не реально сотрудниками осо уры у мвд россии по городу сургуту по силовой поддержке омон урпах мау игре проводилось оперативно-разыкные мероприятия по сообщению зарегистрировано в куст отдела полиции номер 3 у мвд россии по городу сургуту номер 48 27 от 13 марта что по адресу город сургут проспекта самойский дом 21 квартира 16 трупный запах и неадекватный мужчина в подъезде а если неадекватный мужчина в подъезде то где он пропал не нашли день адекватный мужчина где труп где трупный запах где-то все при смотрите что не делать в 1130 сломают дверь через два часа понимает что не трупа неадекватного мужчины ничего нету и чтобы оправдать свои действия как-то они обращаются к суде который задним числом даже если предположить что здесь не февраля ну ошиблись там не 0 2 0 3 то есть за сутки то есть задним числом выписывает им постановление что да это вообще это вообще как такое так делу где ребята вы в машину времени то берете это вот получается взломали дверь через два часа поняли что что-то что-то не то да а давай-ка мы там этот труп найдем и неадекватного мужчину а давай ну надо постановление ну да надо а давай задним числом выпишем давай и все задним числом выписывает щеплецова подтвердила постановление выписано 12 февраля то есть за месяц и по странному стечению обстоятельств получается что вот это видео она тут ну чисто случайно вот вот этот иск на ерохова на соответчик романица это чисто случайность на самом деле труп там еще вот за месяц до этого в этот трупный запах там еще за месяц еще феврале там трупный запах был понимаете неадекватный мужчина целый месяц бегал вот и они только через месяц решили опыт выяснить что за что за трупный запах и что за неадекватный мужчины там бегать по подъездам по поводу клана бабушкиных мы обратились во все инстанции в том числе в домах антамансийска и депутатам когда мы сообщили вот об этой связи то есть отец и они как-то среагировали направили романицы и в основном все запросы наши и ну вот хмао мвд пришлось признать через зама романицы что да действительно есть такая связь и она будет типа устранена но когда вы сообщили вот об этих всех связи 12 родственных связи а 4 сотрудников бабушкиных которые работают депутат их маун начали прекращать переписку со мной так и пишут вы типа уже обращались вот по этому поводу мы прекращаем переписку с вами на самом деле это было первое обращение было вот по связи бабушкин отец сын а второе обращение в целом по клану бабушкиных то есть 4 они даже не разбираются все до свидания ну бы прикрыта на самом деле не все поняли разобрались они просто не хотят ничего делать я так понимаю но мы написали вот такое обращение прокурору мало и генеральную этот документ мы назвали по сути 45 страниц неопровержимых доказательств правового беспредела который творится в сургуте их мал вот тут все расписано кому интересно почитать клачкова са в своей отписке утверждает что в части доводов о нахождении оправдан полномочия в общем тут он про конфликт интересов пишет какие меры приняты какой конфликт интересов на очков и сада отдает отчет тому что он подписывает вообще младший бабушкина вы прикрывает и полностью защищает интересы своего отца бабушкина ва о каком конфликте говорит для клочков са когда здесь говорится о грубейшем нарушении закона и создание семейственности в органах в мвд россии по городу сургута я думаю теперь всем понятно почему простым блогерам и правозащитникам заинтересовался отдел по борьбе терроризмом экстремизм да потому что там родной сын работает бабушкин который сам на себя наговорил очень много под видео ну а раз у него есть такой административный ресурс видео при полномоченном отдела ты почему бы вы не использовать целях защиты конфликта интересов вот таких парадоксов очень много это отображено в том числе вот в этом документе то есть вот если вот вот в этого все вдуматься и вчитаться в этот документ то можно прийти к однозначному выводу у всех сотрудников полиции города сургута есть машина времени вот что-то происходит они это описывают как-то по-своему а потом использовать машину времени перемещается в прошлое выписывают какой-то документ который оправдывает их действия в будущем и так и так постоянно тоже важный момент клочков и со своей отписке утверждает что прокуратуры сургут организованному по данному факту проверка в порядке 144-145 упк рф которые проводятся следственным комитетом по хмау игре и что окончательно и что окончательное решение по проекте настоящее время не принято тогда почему в течение двух месяцев то есть согласно упк 144-45 145 и требований части 400 148 отводится только месяц на принятие решения они уже более двух месяцев не могут понять черт это что же произошло вот здесь вот вот этой двери они не они не могут придумать оправдание вот этому всему ну да сложная задачка вот как и как вот это вот все оправдать можете придумать сначала знал мой дверь потом находит понятых они сообщают труп ты запах и где доклад и высчит а потом задним числом выносит постановление аж за месяц до взлома двери тогда почему в течение двух месяцев нарушение требования части 4 статьи 148 упк рф в адрес заявителя не направлен от должностных лиц следственного комитета ни одного решения по данному материалу где решение следственный комитет не хочет работать вообще никак почему следователями грубейшим образом игнорируются требования упк рф нарушается конституционные права и свободы заявителя почему данные факты прокуратура хмаве грызы закрывает глаза пряча постоянно голову песок и ограничиваясь формальными отписками упорно не желая разобраться в тех фактах и догадательства которые ей постоянно представляет заявитель неужели сотрудники прокуратуры надеются что их минуты такая такая же участь и со временем сотрудники осу ур по линии ты под руководством бабушкина младшего им подобных не начнут своей тренировки на их квартиру на их имущество кому вы тогда станете обращаться за помощью к таким же формалистам в виде клочкова который сейчас наполнили прокуратурах мало игры в общем сургуте их мало творится полнейший правовой беспредел ширяева и шеплецова продолжает работать прокуратуре при том что они поддерживали сфальсифицированные материалы при попытке сдачи сдать меня психушку все продолжают работать кроме ерохова на данный момент ситуация такая романица на месте ерохов уже не в отпуске он уволился из города сургут перешел в прямое подчинение романицы то есть якобы поднялся на уровень выше стал начальником отдела но по сути это понижение он был начальником города а стал начальником какого-то там отделов фантомансийский фантомансийский город меньше чем сургут и получается что сейчас на данный момент главным по городу сургуту в полиции является бабушкин владимир анатольевич у него должно так и звучит в рио начальника и у него в прямом подчинении сейчас находится два сына и жена а вот что по этому поводу пишет депутат фантомансийской думы андреев алексей владимирович партия у него единая россия конечно относительно информации нахождение упорен полномоченного бабушкина в прямом подчинении своего отца бабушкиного заместитель начальника мвд россии по городу сургут установлен что органами внутренних дел приняты меры по устранению имеющие во себя конфликты интересов получается депутат отвечает словами прокуратуры использовать ту же терминологию и текст видно что чем с прокуратуры видно что текст полностью как под копирку с прокуратуры ничего не видим ничего не слышим но тут интересная фраза по устранению меньше конфликта интересов вместо указанными лицами при этом данная ситуация возникла только феврале 2019 года да ладно то есть вот 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 это вот она только феврале 2019 года был сейчас вот этого всего нету так получается а до февраля то есть получается феврале 2019 года бабушкин владимир антонович впервые исполнял обязанности ерохова что до этого ерохов ни разу в отпуск не уходил бабушкин ни разу его не замещал сын у него в подчинении ни разу не находился в прямом так получается и жена в том числе еще один сын то есть они всячески пытаются открутиться что типа ой ну только феврале такое было только всего лишь месяц у нас там была мафия а так все нормально все по закону мафии нет но месяц было ничего страшно мы приняли меры а вот какие меры никто не говорит связи с временным исполнением бабушкиным обязанностям начальника мвд они хотят сказать что бабушкин временно исполнял обязанности только в феврале 2019 года да он до сих пор является в рио ерохов с февраля по май февраль март апрель мая уже четыре месяца он является в рио ерохова и у него прямом подчинении находится родственники прямые близкие родственники а другие депутаты просто прекращают переписку урванцева депутат дубы 6 созыва единая россия учитывая изложено а также то что вами неоднократно давали вам неоднократно давались ответы по направляемым вами обращения уведомляю вас о прекращении переписки все проблема мафии в сургуте никого не волнует даже депутатов вот так вот эти вот все факты неопровержимые на 45 страниц это только текст а еще приложение вот это все неопровержимые доказательства противоправных действий и правого беспредела в городе сургут их мало ни один факт еще не не опровергнут вот из этого что дальше дальше ну раз ерохов у нас ушел в сторону главное у нас теперь бабушкин подаем иск на управление мафиозных бабушкиных дел подготовлен иск сургутский городской суд об истребовании имущества вендикационный так называемый по римскому праву она у нас до сих пор действует если направлен к организации воды россии по городу сургут получается суд будет вызван именно бабушкин так как он является главным сейчас по городу сургута два раза нам заворачивали иск по надуманным поводам последний раз это то что у нас якобы нету что нет доказательства что изъятые вещи 25 сентября на самом деле принадлежат мне теперь у нас есть доказательства есть мы подаем третий раз иск в суд но вы д сургута ну получается ответчик будет уже бабушкин а соответчик также остается романица а дальше на очереди прокуроры за неисполнение своих должностных обязанностей тоже в суд пойдут будем вызывать всех суд но отдел ты у нас проставился недавно следующим событием сургуте силовики сорвали выступление пилотажной группы барсы и задержали ее пилотов ключевые лица на фото и видео это сотрудники того самого отдела т.к. которые закошмарили все мое окружение и родственников меня пытали электрошокером под музыку одевали пакет на голову и били теперь они же принялись кошмарить город в целом и страну со всеми ее ценностями и памяти по подвигах предков на 9 мая после увольнения начальника полиции ирохова 8 мая главным в полиции города сургута стал бабушкин владимир анатольевич и его семейный клан информация об этом вот в этом видео в отделе ты по борьбе с терроризмом экстремизмом работает его родной сын бабушкин антон владимирович картинку наблюдаем также на видео и фото видно других сотрудников отдела ты ловыгин алексей одиноченко павел и другие первые знаете кому выражать благодарности за попытку срыва празднования дня победы поступило сообщение что якобы один из самолетов неисправен и он типа может упасть на город хотя все полеты были заранее согласованы и не полеты проходили за за городом приехал отдел ты не задержали всех девчонок пилотов вот это вот вот сотрудник отдела ты вот это ловыгин алексей который бил вадима абдурахманова еще на просто вылавливали вот это ловыгин алексей вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Запись как-то странная Как только приближается Камера к лицам сотрудников отдела Сразу качество видео падает Просят предъявить документы Проискнуть в проекте сегодня Для выяснения личности Прокомментируйте Прокомментируйте Не яйца Пройдите внимание, не приставлюсь Они вообще никогда не приставляются Ни удостоверение, ничего не показывают Просто действуют По беспределу Без документов А потом говорят, что Все предъявляли, все показывают Вот еще одна статья на Сеопресс И тут уже видно со спины Еще одного опера-полноученного Одиноченко Павел Сотрудник отдела Т Который принимал непосредственно участие В моем задержании 25 сентября Был у меня в квартире И взимал вещи Вот еще один сотрудник отдела Т То есть те же ребята, которые Закошмарили меня и все мое окружение Теперь занимаются отменой полетов На 9 мая В этом плане мне понравился комментарий Представляю картину Полицай останавливает Шувалова Это мэр Сургута И говорит Аноним позвонил Сказал, что ваша машина может попасть в аварию И все Вы бы дальше никуда не поедете Вот примерно по такому сценарию Происходили события 9 мая На взлетной полосе Аэродрома В общем, на данный момент Ситуация такова Что Прокуратура Следственный комитет Суды Депутаты Все стараются ничего не замечать Ничего не вижу Ничего не слышу Ничего не скажу Вот это все они считают Произошло по закону В рамках законодательства То есть, жилище у нас Неприкосновенно Однако двери Выносятся в легкую По постановлению Которое было выписано За месяц До вскрытия И только потом Через два часа Еще раз Выписывается постановление За месяц до вскрытия двери Вскрывается дверь А потом через два часа Выясняется, что Из уже вскрытой квартиры Издавался трупный запах И по подъезду бегал Неадекватный мужчина Так а что же вы его не поймали Где этот неадекватный мужчина А что делать бабушкин Бабушкин мне присылает Одни и те же ответы Вот на 8 мая Сразу на три обращения Один и тот же текст Нарушение законодательства Не установлено ТЧК Для передачи сотрудниками АСУУР То есть Вот этими ребятами Которые Занимаются Остановкой Полетов Бессмертного полка Сотрудниками АСУУР По линии Т ОМВД России По городу Сургуту Принадлежащих вам Вещей и технике Вы можете явиться По адресу Город Сургут Улица Просоюзов 54-1 Здание ЦВСИК Это центр временного содержания Иностранных граждан ОМВД России По городу Сургуту Кабинет 404 В любое удобное Для вас время То есть бабушки Мне предлагают Прийти вот в это здание Которое Огорожено со всех сторон Колючей проволокой Вот это все Камеры 40 штук Проходы все закрыты Все за железными дверями Решетками Он предлагает мне Прийти снова Вот в этот кабинет 404 Где Рабочее место Его сына Майора Майора Отдела по борьбе С терроризмом И экстремизмом Где меня пытали Одевали пакет на голову Били электрошокером Чупичи не отбили Под музыку Вот Бабушки Мне предлагают Прийти к его сыну И забрать вещи свои Вот официальный документ Пожалуйста Перевожу на русский язык Приди к моему Сыну Он тебе вернет вещи Потом догонит И еще раз вернет Приди к моему сыну На рабочее место А что сделать его сын со мной Можно только догадываться Звучали угрозы Что меня вывезут в лес Сдадут в психушку И так далее Ну в психушку они меня пытались сдать И по сути Сдали Но удалось оттуда выйти А выйду ли я из леса Вот это вопрос Получается у нас Вот этот клан Бабушкиных Государственного нет получается У нас есть получается мафия Спрашная мафия Правозащитные Все надзорные правозащитные органы Молчат, бездействуют Прикрывают по всякому То есть из меня хотят сделать Суицидника Чтобы я добровольно Вернулся в кабинет Где меня пытали И Вернусь я оттуда или нет Неизвестно С вещами или без Так извините Мне моя жизнь дороже Чем вещи Которые находятся У майора Бабушки В кабинете Вот вам еще одно подтверждение 8 мая 2019 года Кто главный по городу Бабушкин До сих пор И у него в подчинении Находится жена и сын Еще один сын А депутаты нам пишут Что ситуация возникала Только в феврале 2019 года А это как В общем Все друг друга прикрывают И неизвестно Когда это все закончится Но будем добиваться Будем подавать в суд На УМВД На УМВД Привлекая На УМВД Города Сургута Привлекая в качестве Соответчика УМВД Окружное Хмал И прокуроров тоже Девиз тот же Всех в суд Вашими же инструментами Будем С вами как-то Это Привлекать вас Как-то К ответственности Субтитры сделал DimaTorzok